Всем привет, мои дорогие! У меня для вас обзор на сафарочку. Вы знаете, когда они вчера ходили по торговому центру, но я не стала делать обзор, кольца вот эти покупали, сережки, дочки сафаровской. Кольцо, короче, зрители уже вычислили. Кольцо она показывала ценник, 33 тысячи, говорит, со скидкой оно продавалось. Стоит, в общем, 17 тысяч. А сережки, она, по-моему, сказала, 14 тысяч, на самом деле 7 тысяч. То есть они вчера получили зарплату, вчера был понедельник, 23 число, блогерская зарплата. И вот они пошли в Екатеринбург, в торговый центр, короче, там шлялись, шатались. Я смотрела этот видос. Ой, она все показала, что где продается. В общем, понабрали всяких продуктов. Она потом показывала всю эту распаковку. Грибов набрала, креветки взяла, она, в общем, будет готовить и так далее. Вот, люди там в комментариях пишут, что ты шапку не снимаешь в торговом центре. Вы знаете, ну все-таки, е-мое, ну все-таки видок у них, конечно, странноватый. Вот реально я вам, ну не верю я в какую-то там великую любовь. Хотя кто его знает. В общем, я не стала вчера делать на это обзор. Ну, о чем там рассказывать? Ну, погуляли, короче, парочка в торговом центре. Все, понимаете как? Самое интересное, что они купили телефон, я так понимаю, тому ребенку, вот тех самых людей, с которыми они встречали Новый год, из-за которых, в принципе, началось мое знакомство с ними. Потому что до этого я вообще их не смотрела. Ну, не мой формат, я не смотрю вот эти вот левые кулинарные видосы. Друзья, то, что они левые. Вот как вы думаете, почему я сейчас сижу с поваренной книгой? Ну, я уже давно думаю, надо мне до нее добраться. Я в прошлом году специально нашла эту книгу на Авито. Это настоящая поваренная книга. Книга о вкусной и здоровой пищи. Я ее купила, друзья, за полторы тысячи. По объявлению на Авито. Ну, кому-то, может, по наследству достался. У меня вот такой книжечки нет. Это пища промыздат, 1954 год. Вот. Я думаю, ну, хорошо, раз так, посмотрю я, как варится щей с квашеной капустой, которую она сварила. Потому что они у меня вызывают вопросы. Ну, это ладно. После того, как я увидела, как она сготовила макаронные гнезда, я забыла про щей с квашеной капустой. Вот реально забыла. Вы мне объясните, зачем она покупает макароны в виде гнезд, если когда она их бросила в кастрюлю, она их вот так вот разболтала, ну, как обычную вермишель. Я своим глазам не поверила. Ну, то есть, понимаете, я не позиционирую себя прям как кулинар-кулинар. А гнезда вообще не брала ни разу в жизни. Вот реально вам честное слово говорю. Я полезла к этим кулинарам таким ютубовским, чтобы посмотреть. Думаю, Таня, может, это ты куку не догоняешь, как надо готовить макаронные гнезда? Нет. На самом деле, то есть, они именно для того, в эти гнездышки свернуты, чтобы их класть. Ну, то есть, ты на сковородке делаешь соус, потом аккуратно выкладываешь вот эти вот закрученные макарошки гнездами внутрь, либо котлетку, фарш, либо грибочки. Ну, то есть, понимаете, чтобы потом на тарелке подать вот именно вот это гнездышко. Она же все эти гнезда, короче, бросила в посуду, в кастрюлю, размешала их вот так ложкой. И, в общем, у нее получился обыкновенный лагман. У меня вопрос, нафига ты покупаешь гнезда, если ты потом размешиваешь их, как обычную вермишель? Ну, то есть, понимаете, для нее, она, видимо, вообще, она не любит ничему учиться. Она не смотрит, а зачем ей кого-то там смотреть? Ей вот втемяшилось в голову, что вот так их можно варить. Нафига покупать их в виде гнезд? Короче, за гнезда вот эти вот с креветками дизлайк. Потом, я не знаю, креветки я тоже так особо никогда не готовила. Ну, вы сами, наверное, сможете оценить, если вот тут есть кулинары, правильно она их приготовила или нет. А вот щи с квашеной капустой, ну, я не знаю. Ну, я не знаю, я залезла в поваренную книгу. Друзья, раньше вообще, между прочим, в щи не клали никакую картошку. То есть щи – это исконно русское блюдо. Ну, понятно, что сейчас уже под нас это все, как бы, стилизовали все эти рецепты. Понимаете, мне кажется, она слишком много в картошке в эти щи напихала. У меня есть рецепт щей на канале. Вот именно вот на этом «Казачка готовит». Причем, знаете, я его брала из поваренной книги. Книга для общественного питания, в общем, для общепита и, как бы, для народных масс. 85-го, что ли, года выпуска. Рецепт, вот на первый взгляд, кажется, что как-то вот он непонятный немножко, потому что там и мучная пережарка идет туда, вот, понимаете, как для, типа, для загущения. Но когда я их сварил, они были такие вкусные. И вот почему-то именно на примере вот этих щей я поняла, что очень большое влияние оказывает именно не вот этот, когда ты на глаз кладешь в рецепты эти ингредиенты. Там, хочу две картошки, хочу три, а хочу десять. Понимаете, все равно щи получится, если ты туда капусту положишь. То есть должна быть какая-то пропорция. Картошка, капуста, там томат, соль, в общем, вода и так далее. Вот. И меня, естественно, все время напрягает, что она вот это вот все кладет на глаз. То есть вот эта вот ее кулинария, она, конечно, странноватая. Но Сафар, конечно, в восторге. Кстати говоря, готовит она в колечке. Зрители ее там все в полном, в полной нирване. Ой, Оля, ты такая счастливая. У тебя колечко на пальчике. В общем, еще больше, я так чувствую, прибежит хейтеров для того, чтобы говорить, что мы все страшно завидуем ей из-за того, что у нее муж Сафар, короче, молодой. Да еще и он ее окольцевал, наконец-то, через четыре года жизни. Я же думаю, что этой Сафарочке стоит сказать. Лично мне спасибо за то, что... И другим обзорщицам тоже за то, что к ним было привлечено такое внимание. И Сафар был просто вынужден. Ну и она тоже, в принципе, на это согласилась. Что вроде как понимает, что вот это вот все замазать, чтобы заткнуть рот хейтерам и всяким псевдозавистникам, конечно, в кавычках. Она все-таки купила себе кольцо. За 33 тысячи, как она сказала. Хотя на самом деле оно стоит 14 или сколько там. Ну да. 14, да, я сказала. 14 или 17, но не важно. Друзья, ну дело в том, что, понимаете, это вот никак не отменяет. Я уже делала обзор по этому поводу, что люди сами, вот когда смотрят таких товарищей, они не хотят замечать, что у них какая-то червоточина, какое-то вот что-то такое вот. Ну, то есть, понимаете, взращивают из них вот монстра какого-то, монстра. Она опять все у нас по-простецки, достает эти вот эти вот раздолбанные, короче, гнезда. Это и такая у нее штука, хваталка. Все у нас по-простецки. Шмяк на тарелку, две креветки сверху, нац. Ну и, короче, начинает это есть. Вот этот рот открывает, начинает все это есть. Все по-простецки. Сафара-то пробовать не будет. Опять говорит про какую-то мифическую племянницу, которая придет и будет есть ее щи. Вы обратите внимание, она очень часто упоминает каких-то родственников мифических, которые придут и помогут им сожрать все, что они готовили. Я думаю, что вряд ли. Сомневаюсь, что племянница или там еще какие-то родственники будут ходить к ним на обед. Просто они много готовят. Скорее всего, они это все сжирают, понимаете? А готовят они каждый день, потому что какой контент им иначе пилить? Вот они делают кулинарный контент. А для того, чтобы вопросов у людей не возникало, то есть порции там действительно ого-го, куда вы все это деваете? Вот они придумывают вот этих вот мифических каких-то племянников, племянниц, тетей, дядей, которые якобы приходят и помогают им съесть все, что они наготовили. Ну, не знаю. Я не смотрела, еще раз говорю, показывала ли она. У меня вот сейчас... Это правда. То есть я снимаю в прямом эфире, мне жутко захотелось чихнуть. Вы сами знаете, когда чихаешь, во время того, когда чего-то говоришь, это 100% правда. Значит, я не знаю, видели ли вы вот этих вот мифических родственников, которые приходят и помогают им поедать вот это все, что они наготовили, понимаете? Я вот как-то в них реально, друзья, не верю. Реально не верю. Вот. И я вам хотела под конец, знаете, сделать для вас что-то полезное. Хотела вам прочитать щи, которые готовили в 54-м году. Щи из квашеной капусты. Вот смотрите. На 500 грамм мяса, 500 грамм квашеной капусты, по одной штуке кореньев и головку лука, одну столовую ложку муки, по две столовые ложки масла и томата пюре. Все. В щи больше в то время ничего не клали. Сварить мясной бульон, положить в суповую кастрюлю квашеную капусту. Если капуста очень кислая, то необходимо предварительно ее отжать. Добавить 1-1,5 стакана воды, немного масла, затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить около часа. То есть капусту тушим, перед тем, как засунуть в бульон. После этого капусту залить бульоном, положить поджаренные с томатом коренья и варить до полной готовности. Коренья это петрушка-пастернак, белые коренья. Перед окончанием варки прибавить лавровый лист, перец, соль и влечь в мучную заправку. Щи из квашеной капусты можно приготовить также и таким способом. Капусту и промытое мясо положить в кастрюлю, залить водой, поставить варить. Отдельно поджарить вместе с томатом коренья и лук. И за 20-30 минут до окончания варки положить в щи, добавив лавровый лист, перец, соль и поджаренную муку. Все, друзья. Да, и вот я еще хотела. Щи из капустной рассады. Вот если вы мне не верите, смотрите. Вот, читайте. Щи из капустной рассады. То есть люди позаботились, что вот такие дачники, которые выращивают рассаду, вдруг у них останется капуста, оказывается, из нее можно приготовить щи. Надо уралочки это посоветовать. Она знатная дачница, пусть приготовит. Сварить мясной бульон. Очищенные коренья и лук нарезать дольками и поджарить в суповой кастрюле на масле. Рассаду, рассаду, очистить от корешков. А вы думаете, куда рассаду девать? Мы ее вот выкидываем пачками по весне. Рассаду очистить от корешков, разрезать на 2-3 части, промыть, а шпарить в кипятке. Она же горькая, между прочим. Откинуть на дуршлаг, облить холодной водой. Когда вода стечет, переложить рассаду в кастрюлю с поджаренными кореньями и залить кипящим бульоном. Покровый лист, перец, соли варить 25-30 минут. Щи из рассады подают на стол со сметаной и мясом и посыпают укропом или зеленью петрушки. В щи перед окончанием варки можно положить мучную заправку. Рецепт на 500 грамм мяса, 800 грамм рассады, 200 грамм кореньев и лука, 2 столовые ложки масла. Друзья, вот я теперь подумала, раз у меня канал Казачка готовит новости и сплетни, а в том числе готовит и еду какую-то, я вам в конце каждого видео, если не буду забывать, буду читать рецепт вот из этой поваренной книги. А почему нет? Это будет моя фишка. Как вам? Вот так, а их тут много. Так, друзья, ну в общем, всем пока. Сафарка у нас готовить не умеет. Еще раз говорю, меня ее макароны вообще не впечатлили. И даже кольцо вот это обручальное не помогло. Так что вот приходите ко мне. Я вас научу, как правильно реагировать на таких товарищей и как правильно варить по поваренной книге. И всем пока. Выключаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...